Посмотрим, то же самое. Измерение, а вот видно, точечки, видите, у меня стоят, они просто, они кровят, видно, что точки стоят, я по точкам делаю, я все равно всегда по точкам делаю, не делаю на глаз, как-то вот я привыкла все мерить уже и не могу себе позволить на глаз сделать. Это расщепление хирургического сосочка. Ну вот видно, да, как разрезы вот эти стремятся сюда, к центральному зубу. Депитализация. Мы измерили, сколько нам материала пластического нужно будет. Подготовка твердой мозговой оболочки. Фиксация. Вот. А теперь смотрите, я вам покажу. Я пожалела, в общем, пациентку и недостаточно убрала, недостаточно, я бы даже сказала, отслоила. Сейчас покажу. Вот здесь зону в области 21-го зуба, то есть я недостаточно отслоила 11-й зуб. И вот что произошло. Не убрала до конца, не нивелировала там натяжение так, как нужно было. То, что это еще и зона уздечки. Вот Зукелли потом тоже спустя лет 10 стал говорить, что вот обязательно, когда вы делаете вот эти, там бывает или два сразу сегмента, или заходите туда совсем, убираете изнутри уздечку в обязательном порядке. Видите, да? На единицы рецессия не до конца закрылась в связи с этим, на 21-м зубе. Ну вот так она себя ведет через 3 месяца, она утолщилась. Здесь вот такой балкон образовался над зубами огромный. Это месяцев 5, по-моему, 6. Да, вот она начинает разравниваться к этому периоду. Но на единицы у нее рецессия так и осталась, к сожалению. Она, конечно, стала значительно меньше, чем была. Она была 6, стала 2, но из песни слов не выкинешь. Биотип утолщился у нее на 72%. Просто пациентка, которая была по статистике, вся обсчитана, работа старая, я давно ее делала. Анализируя сегодняшнюю ситуацию, я бы тогда сделала по-другому. То есть я бы и уздечку убрала, и не щадя бы отслоила бы в области 11-го зуба. Но, тем не менее, уже все произошло. Обратите внимание, что она растет, и она становится больше и толще. Ну, так, конец после терапии уже. Что тут ей могли. На 21-м пришлось просто реставрацию ее закрыть, а остальные зубы, да, все восстановлены. Нюансы по поводу нижней челюсти. Значит, сначала они пытались сделать так же без вертикальных разрезов, и получили разрывы лоскутов и перфорации лосков во время операции. И все-таки было принято решение, что в области нижней челюсти будет проводиться разрез один медиальный. Например, если мы берем вот этот сегмент от 33-го до 36-го зуба мы оперируем, то дистального вертикального разреза не будет, так же, как и на верхней челюсти. А медиальный разрез будет выполняться вот здесь в области чуть медиальнее клыка, фактически парапарадонтально в области 32-го зуба. Ну, как вот если данную фотографию рассматривать. Это вот девушка, про которую я вам рассказывала, которую мы оперировали все 14 зубов одномоментно. Но мы сейчас на ней рассмотрим другую методику. Вот здесь сейчас, вот они. Вот этот выполнен. Видите, откуда этот вертикальный разрез идет? То есть парапарадонтально от второго резца. Ну, и здесь, да, препарированы межзубные сосочки. Расщеплены максимально, как получилось при таком тонком биотипе. Очень сложно было это сделать. Твердая мозговая оболочка. В данном случае у нее были показания к применению свободного дистневого трансплантата в этом месте. Из-за того, что и биотип. Но поскольку мы все, что могли, взяли на вести булопластику, мы все делали в одну операцию с ней в один день, то уже больше ничего негде было брать. И мы делали материал. Здесь ошибка. Я очень высоко позиционировала твердую мозговую оболочку. Ее надо было поставить немножко ниже. Ну, слизистая просто тончайшая, как паутина. Она вся прозрачная. Это мы уже все смотрели. А вот это вот сразу мы делали четвертый сегмент. Обратите внимание, вот он, этот разрез такой же. Это швы. Это швы. Четырнадцать дней. Это три месяца. Да, вот в апреле, а потом в августе. Правильно. Три месяца. Четыре. Три-четыре месяца где-то до этой операции. Это шесть. Это полгода. Ну, вот я сейчас пролистаю, чтобы вас не утомлять. Это. В четвертом сегменте намного лучше результат, потому что там позиционировано ниже была твердой мозговой оболочкой. Посмотрите, пожалуйста, теперь, как даже без трансплантата. Вы видите вот эти просвечивающие корни зубов сквозь слизистую? Посмотрите, как они закрылись у нее. Посмотрите, у нее поменялся биотип. Почему? Эта пациентка вообще, у нее это не эстетика, это зубосохранение в ее случае, потому что это тотальные рецессии. Мы ее потом вверх будем рассматривать, там еще печальнее была история. Здесь было принято решение скомбинировать аутотрансплантат, поскольку его объем ограничен, и протяженность дефектов у нас очень большая. В эту операцию мы оперировали только один сегмент, потому что очень был большой стресс все-таки такое прооперировать всю нижнюю челюсть. Но у нее не было на тот момент выбора. Потом она уже потихонечку переехала поближе к Петербургу и стала более мобильна, чтобы приезжать. И мы приняли решение не торопиться, прооперировать пока только один сегмент на верхней челюсти. Начали вот с него. И здесь была выбрана комбинация двух пластических материалов, метод Зукелия. Цанктис, ротированный лоскут. Вот измерение всех ее показателей. Пожалуйста, дизайн. Обратите внимание, как все стремятся разрезы к 23-му зубу.